А теперь Лолита Милявская расскажет нам новую историю. Почему не послушать эту историю? На самом деле, достаточно отрывок рассказать из этой истории и представить своего конкурсанта. Ну, у меня есть история. Я её практически до ходу придумала. После первого тура, когда Борис сказал, что всё-таки надо совершать подвиги на сцене, я просто телепатировала за кулисы мысли Иркину и говорила, немедленно меняй песню. Давай возьмём что-нибудь сложное, прямо сейчас сделаем. Вот так вот просто даже ты вот не подготовился, но ты выйдешь и это сделаешь. И знаешь, что сейчас будет, Борь? Сейчас будет песня из репертуара Николая Носкова, но куда уж сложнее. Я люблю тебя, это здорово. Посвящается всем, кто умеет любить и оценивать подвиги. Иркин Халматов. В этом мире я гость непрошенный, Отовсюду здесь веет холода, Непотерянный, но заброшенный. Я один на один с городом, Среди подлости и предательства. Из утра на расправу скорого, Есть приятные обстоятельства, Я люблю тебя, это здорово. Это здорово. Это здорово. В царстве глупости и предательства, Среди гор барахла, Среди подлости и предательства. Я люблю тебя, Я люблю тебя, Это здорово. Это здорово. Это здорово. Вот это здорово. АПЛОДИСМЕНТ burns. Мы уже не переживаем, а вы должны, уже всё случилось. Всё нормально. Эркин, очень непростая песня, очень сложная песня. Скажи, не страшно было тебе петь эту песню? На самом деле, эта песня очень глубокая, и когда поёшь её, ты погружаешься в это состояние, и тебя прям всего перетряхивает от понимания того смысла, который содержан в этой песне, на самом деле. Хоть мне и 16 лет, правда, но я просто по-своему понял эту песню, и как бы всё равно у меня получилось так, что я пережил какое-то такое переживание, которое изнутри меня прям вот, ну оно всё изнутри меня, честно. Ну, молодец. Оно очень... Это были слова Эркина Халматова, сейчас послушаем уважаемых членов жюри. Ну, хотелось бы закончить, есть такое правило, хочется всегда закончить на хорошем, поэтому начнём с Романа Емельянова. Уважаемый Роман, вам слово. Надо гадости, да, обязательно какие-нибудь говорить, значит? Да уж, пожалуйста. Легко. Не обязательно. На самом деле, по-моему, спел здорово. Спасибо. У меня к тебе в этой песне всё тебе помогало, номер чумовой совершенно. Я думаю, что телезрители получат огромное удовольствие, эффект должен быть вообще 3D. Всё работало на тебя, но ты из этого всего взял не всё. Я надеюсь, я правильно и понятно изъясняюсь, да? Пусть не всем, но тем не менее. Хорошо. Главное, что вы, Владимир, понимаете. Паузы, они были пустые. Они были пустые. Заканчивался текст, когда был текст, ты жил, ты понимал, о чём ты поёшь, я понимал, о чём ты поёшь. Наступала пауза, ты не знал, что делать. Ты, как артист, обязан об этом думать. И именно поэтому ты поспешил выйти из этого номера, хотя музыка даже ещё не закончила звучать. Поклонился, отошёл, а музыка ещё последний аккорд звучала, ещё снежок падал, да? Всё было очень атмосферно, всё очень было круто. Ты вот это пустое пространство, как актёр, не освоил, а спел очень хорошо. Спасибо. Борис Аркадьевич Краснов, мы хотим услышать ваше мнение. Ну, моё мнение такое. Я считаю сегодня финал, и я был всегда справедлив ко всем, и, думаю, Киркину в частности тоже. Ну, кроме Романа Емельянова, который всегда был несправедлив к моим воспитанникам. Я хочу сказать, если серьёзно, то, вы знаете, вот моё мнение, вот эта песня, как мы шутим, я люблю тебя, это дорого, наверное, действительно требует опять же что-то прожитого. Я думаю, что, Иркин честно говорит, что как он её понял, так он её пел. Мне кажется, что она хорошо звучала для конкретного исполнителя, финалиста фактора А, Иркина Холматова. Если брать эту песню как таковую, и как она должна звучать, как нужно её прожевать, и как нужно её петь... Ну, это мог бы только Савин сделать. Иркин меня не убедил. Мы в данном случае же Иркина на сцене. Иркин меня не убедил. Это песня, прозвучавшая в исполнении Иркина Холматова. Но эта песня, и если уж мы тут начинаем вспоминать, кто что пел, то уж как начинает Носкова, кончая, рядом исполнители эту песню поют, мы тоже знаем. Иркин действительно тот случай, когда, в отличие от первой гитары, там спрячь за высоким забором, действительно поставил перед собой определённую задачу. Справился, как мог справиться, Иркин Холматов. Выше головы он не прыгнул сегодня. Он спел. Спасибо большое, Борис Аркадьевич. Ну, слово наставницы. Лалина Милянская. Ну, во-первых, я могу честно сказать, что разделяю некоторые суждения моих коллег, и они совершенно справедливы. Ну, вот и про паузы. А про паузы Аллу Борисовну говорил в самом начале. Про это ты немножко забыл. Я что хочу сказать, что я рада, если я действительно в номере с Савиным, я вспомнила о Фридрихштадт-Пас, то сейчас я вспомнила об огоньках, которые транслировались ещё со старой башней. И была очень тёплая, хорошая атмосфера. В том числе, я поэтому и немцев вспомнила, потому что атмосфера уж очень тёплая. Не сегодняшняя, не агрессивная. И мне эта атмосфера нравится. Мне нравится, что эту атмосферу поддержал Иркин. Правда, выглядел он в этом, может быть, не с точки зрения сегодняшнего шоу-бизнеса, не настолько убедительно, но он жил в атмосфере старых огоньков. Не мне судить, плохо это или хорошо, мне лично это нравится. И мне нравится, что он поёт. Алла Борисовна, что вы скажете сейчас об Иркине? Они меня так достали с Савиным, что он мне уже сниться начал уже. Невозможно. Савин, 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 Савин. Вам что, больше не с кем сравнить только с Савином? Да, у нас финал, тут Иркин Халматов и Сергей Савин принимают участие. Обсуждайте Иркина, в конце концов. Я считаю, что в 16 лет он спел серьёзную песню, и ему не надо было всерьёз в неё вникать. И ты говоришь, Борис, что у него там что-то там он ещё не знает в жизни. Он уже был влюблён. Этого достаточно, для того, чтобы спеть эту песню, сказать, что я люблю тебя, и это здорово. Как это понимает в 16 лет, я уж не помню, честно говоря, но... Но это здорово. Опять-таки, что я могу сказать? Молодец, Иркинчик. Всё? Спасибо. Иркин Халматов, ваши аплодисменты. Это здорово, если зрители тебя любят. Правда, Филипп Медрофич? Ой, правда, Володя. Сейчас речь не о вас, я бы Иркине Халматове. Ваши аплодисменты, Иркин Халматов. Иркин Халматов. АПЛОДИСМЕНТЫ